Вот и настал тот момент, когда я буду рассказывать вам о таком человеке, как Железный Спикермен. В этом ролике не будет сверх какого-то монтажа и прочего. Я просто вам подробно расскажу о случившемся и почему многие недопоняли эту ситуацию сразу. Многие начали меня считать на Эмми 2.0 и клеветать меня, толком не разобравшись даже в самой ситуации. Все подробности были очень грамотно скрыты со стороны Железного Спикермена. И сегодня вы узнаете, кто на самом деле всё это начал. Сразу же прошу извинения за свой голос, я сильно приболел к моменту создания ролика. Ещё раз прошу прощения. Я расскажу вам сразу всё от начала и до конца. Мы с Железным Спикерменом и другими ютуберами сидели в голосовом чате, рофлили и травили анекдотики. И Железный Спикермен тоже это понимал. И Железный Спикермен, ну или же Максим, так его зовут в реальной жизни, ну или по крайней мере в Телеграме, Хочешь отправить в свой Телеграм-канал рофельное сообщение, цитирую, Кэт из гей. Но тут я сработал быстрее него, так как у него ещё была включена демонстрация экрана. И я это всё видел. Я сразу же написал в свой Телеграм-канал тот же рофл. Ну как это сделал, он универс. Позже люди начнут думать, что я не нарофл, а скорбил Железный Спикера. И это будет их главным аргументом того, что именно я стал виновником всей этой ситуации. Хотя ещё раз уточню, я и Железный Спикермен знали, что мы друг друга рофлим. И в аргумент того, что я не придумывал всё это. Ту на момент, когда мы сидели в голосовом чате, Железный Агент скидывает бывшему монтажёру Армпола скрин, где мы все вместе сидели и общались. Ладно, про первое сообщение я в принципе всё рассказал и дожидал контр-аргумент. После всей той ситуации, мы вышли из голосового чата, и почти мгновенно мне ВВС начал писать Железный Спикер с просьбой сделать коллабу. Я соглашаюсь, но тот он начинает всё перекидывать на меня. Сценарий, превью и монтаж видоса. Я соответственно говорю ему, что не вытянул всё это один. И я ему говорю, что если мы выкладываем ролик к нему на канал, соответственно большую часть он обязан сам выполнить. И тут он мне сам говорит, что он не сможет написать сценарий к нашей коллабе. И я ему пишу, что тогда я не буду участвовать, и пускай он зовёт кого-то другого. И после он посылает меня куда подальше, со своими словами, что я только и умею делать, что пересказывает способности агентов. Я вообще не понял, что случилось, и в итоге, через несколько минут, он выводит меня на эмоции, и я ему пишу, что он подсосорухово. Сам по себе я очень смельчевый человек, и поэтому если меня вывести из себя, то сам я уже не буду знать меры, и что писать, и кому. В итоге всего этого он удалил половину переписки. И из-за этого я не успел сделать скрины, которые могут как-либо доказать эту переписку. Потому что я не думал, что он захочет разоблачить меня на своём же стриме. Я думал, что он всё-таки одумается, и мы с ним помиримся, и всё обойдётся. И что опять же, мы не подумали, что я всё это придумал. У меня есть даже доказательства о том, что он хотел снять со мной коллаборацию. Он это сам писал в посту, когда рекламировал мой телеграм-канал. На своём стриме сразу же я наткнулся на его клевету на меня. Да, я тоже его оклеветал, но после через пару обидных слов, я закончил это делать. Так как понял, что не нужно подкидывать дрова, китай к пылающему кострову, и перестал его как-либо задевать. А тут, как мы видим, железоспикер и его защитники продолжают меня клеветать по сей день. При этом, креатив-сквад откуда-то вообще взял, что я обозвал Армхова неприятными словами. Хотя этого моего телеграм-каналей вообще нигде не было. И если вы думаете, что я всё удалил, то нет. Мои сабы или сабы железного спикера, которые ко мне присоединились, также могут подтвердить, что я просто пересыл сообщение Армхова, и не более. Армхову я никаких претензий не имею. А также я задел и ТВ-детектива, так как он активно защищал железного спикера в нашей группе. Но после того недопонимания, мы с ним нашли общий язык, и я публично перед ним извинился. В отличие от железного спикера, который даже и не собирается со мной как-то мириться, по сей день клеветая меня и сделал стрим. На заблочении он окончательно показал себя с максимально неадекватной стороны. Сам спикер назвал меня в переписке продажной шаловой, которая делает сюда деньги и не более. Но знаете что? Есть люди, которые судят других людей по своему характеру, и железный спикермен, один из них. На своём стриме он сам хвастался своими материальными благами, говоря, что звал меня на стрелку. И в любой момент мог ко мне приехать, так как у него куча бабок, которые он фармит с канала. Я вам намекаю на то, что сам он является ещё теми меркантинным человеком, и любит показывать себя только с хорошей стороны. Граватно убирая всё лишнее и оставляя только то, что ему выгодно. Также он и поступил с нашей перепиской, удаляя все доказательства, которые были на моей стороне. Просто посмотрите на эту переписку, она явно не целая. Я бы не стал при первом же сообщении писать, что он после Сармхова, да и причины тогда кого не было. Притом, до этого конфликта мы с ним тоже общались, но как вы видите, из всех наших прошлых диалогов остался лишь маленький кусочек выгодного пруфа. В нашей переписке вместе с железным спикером я сказал, что он ворует сценарии, видео, Лигу и Беста. И это неспроста. Я давно заметил, что железный спикер просто берёт все важные детали с разбора Лигу и Беста и чутко добавляет своего стиля в 5 минут на разбор. При этом наш спикер настолько забоялся, что его спали, что показал одно из его единичного разбора серии, в котором он толку эту серию даже не разбирает, а показывает интервью с Монстрапом. При этом он не смотрит само видео, а использует прогул, который пересказывает видео, и по нему он начинает судить, что он якобы ничего не ворует. Это по факту, как сравнить моё видео о всех агентах и видео о эксклюзивном интервью с Монстрапом. Конечно же, там будет разница. Смотря на разбор Лигу и после смотря на разбор Максимки, я не покидал чувство, что всё, что сказал Максим, это является немного подправленным разбором от Лигу и Беста. Но только отличие в том, что вместо 10 минут вы получаете 5. Сам же спикер даже не скрывает того, что использует прогул пересказывания видоса, при том говоря, что благодаря ей он может видеть весь сценарий видоса в кратком содержании. И теперь, сопоставляя все эти факты, я должен с уверенностью сказать, что железный спикермен, скорее всего, просто нагло ворует контент у Лигу и Беста, но преподнося в своём стиле. При этом ему не важно ваше мнение, ему нужны только ваши деньги, и на стриме он тоже на это намекнул. И судя по его психологии, он эгоист, который показывает себя только с хорошей стороны, при этом не показывает своих скелетов в шкафу, не стыдясь, удаляя все доказательства против него. При этом на стриме он побоялся показать конец переписки, так как если бы он её удалил, переписка бы казалась неполной, а там он некультурно обо мне высказался. Да я признаю, что я сам не ангел в этой ситуации, и понимаю, что я слишком сильно отреагировал на его кривиту. Но также сам он ещё писал в своём ТГ-канале, что предлагал мне мир, хотя ничего такого, я вообще не могу наблюдать в конце нашей переписки. Поэтому, Максим, если ты досмотрел до конца, предлагайте всё решить нормальным способом, а именно на стриме. Мы выясним, все за и против, верить во мне или нет, это уже ваши дела. Всем спасибо за внимание и всем спасибо за просмотр. На самом деле я открою вам небольшую тайну. Неми и Китас, а также другие неадекватные блогеры, пытаются восстановить баланс, который был нарушен из-за того, что в Ютубе появилось слишком много адекватов. Они пытаются предотвратить катастрофу, которая нависла над Вселенной, поэтому и ведут себя так, чтобы восстановить равновесие в силе.